Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, мои подписчики обожаемые, рада вас приветствовать. Давайте сейчас повызываем его на ночь и вашего партнёра, мужчину, который вам нравится. Давайте его сейчас повызываем, но сон грядущий, да, приди, позвони, напиши, появись, проявись. Опять же смотрим, дорогие с вами, не те варианты, когда мужчина уже исчез, и у него уже семья там где-то, да, хотя тоже может вспомнить. Но зачем ворошить прошлое? Прошлое нужно отпускать. Только сейчас и в будущее, да, с оптимизмом смотрим. Загадывайте вашего мужчину, мужчины, загадывайте ваших молодых девушек, либо ваших мус, как вам удобнее. Поставьте сразу лайк данному видео, пусть всё сбывается хорошее, пусть желания материализуются, да. Ну что, начнём. Будем смотреть мысли, чувства, всю информацию, которая пойдёт в целом. Карты у меня уже перетасованы, они подготовлены. Хотя можно, конечно, да, вот так вот вам нравится звучание, нет, когда карты тасуются. Релакс, успокоение, гармонизация, да. Хорошо. Кому нравится, пишите в комментариях. Специально запишу для вас что-нибудь расслабляющее, да, со звуками карт. Так, ну что, приступим потихонечку. Так-с. Ну что, дорогие, давайте смотрим мужчину, как сегодня он провёл день, что с ним интересненького случилось, приключилось. Сейчас вы можете быть на расстоянии, мужчина может быть где-то в отъезде, также на расстоянии. Сегодня он провёл день в каких-то мечтах, грёзах, о своём будущем. Выстраивает планы на будущее, на прекрасное. У него здесь, давайте сейчас уточним, что интересненького-то в планах. Всех победить, всех конкурентов победить. Вот, по шуту, девочки, пожить для себя. Он хочет, он хочет какие-то новые планы, проекты осуществить. Здесь сердечная боль у него, по двойке жезлов. Он, знаете, немножко закрытый. Тут ещё королева мечей нарисовалась какая-то женщина есть в его окружении. Или та дама, по которой он страдает. Может быть, даже не по которой, но которая нанесла ему раны сердечные. Ладно, давайте вас посмотрим, какая вы сегодня. Вот просто вы тоже должны здесь принять участие, правда же? Правда. А вот вы, судьбоносная леди фортуна, прекрасная. Ощущение, что у вас прям вершатся великие дела сейчас, да? И вы на этого мужчину очень много поставили. Либо ощущается, что это мужчина вашей мечты, вашей судьбы. Как-то непросто, неспроста вы на него смотрите. Неизвестно, вы уже расстались или всё у вас хорошо. Более-менее, да, может быть, вы познакомились, у вас ведётся переписка или какие-то встречи уже были. Напишите, пожалуйста, в комментариях, да, на какой стадии ваши отношения. Ну, давайте вас немножечко тоже посмотрим. Пусть мужчина о вас подумает, захочет вам написать. Девчат, ну вы как бы и готовы, и не готовы. Вы как бы ресурсны и нет. Императрица, у вас заявочка такая серьёзная. Вы всё-таки не дома мечей, там другая женщина. Вы ещё и маг, способная очень. Яркая, индивидуальная, энергичная, энергетичная. Да, в общем-то, в принципе, многое, что можете, умеете. Вам только вот подсобраться немножко. Вы же очень сильных энергий. Посмотрите, у вас ещё и луна. То есть вы тайными знаниями можете обладать, да? Может быть, коллеги меня смотрят. Ведьмочки. Значит, смотрите, ну, эзотерики девочки, да? И просто женщины со способностями девушки. Так, девчата, ну что, у вас здесь и страсти кипят, как бы, да? Вы интуитивная должны быть. Должны хорошо интуитировать и не бояться. Идёте даже вот в темноте, вам луна дорожку освещает. То есть как-то вы преграды можете преодолевать. Так, ну вы как-то более мощная, да? Вот по соотношению с мужчиной у вас как-то прям круто. Такая информация по вам интересная. Ну давайте посмотрим, а что же вас с этим мужчиной вообще свело? Что вас с ним свело? Что вас с ним объединяет? Ну, кстати, то ли брак. Может быть, вы смотрите на мужа. Может быть, вы смотрите на мужчину, с которым вы всерьёз решили бракосочетаться. Может быть, вы оба женаты, да? Вы замужем, аж женат. То есть вы состоите уже в отношениях. А может быть, вас свело как раз желание уже создать союз. Войти в брачный союз, да? Надоело лёгкости, свобода. Хотя мужчина у нас там по шуту идёт. Но вот какие-то духовные ценности вас могут ещё свести. А может быть, желание нравоучать. Такое тоже может быть. Ну и здесь родственные души показывают его ещё. И плюс ещё и влюблённые. Ну что, и сомнения очень похожи, что здесь прям любовь и свадебный марш Миндельсона. Очень интересно. Ну давайте посмотрим мужчину, его мысли о вас сегодня. Что он там о вас думал? Думал с вами отдохнуть. Как хорошо было бы с вами где-то пересечься, пригласить вас. А может быть, даже он вас уже и пригласил. Или желает. Пусть позвонит, напишет, да, и пригласит вас куда-то. В общем-то, возможно, он вспоминает о вашей встрече. Если таковая у вас состоялась, уже была. Так, что ещё? Ну, Аркан хороший очень. Тускус как перевёрнут, но он есть. Шанс на счастье есть. Здесь ещё по дьяволу могут быть, конечно, всякие искушающие, искусительные мысли. Это, может быть, могут быть мысли про интим. У тех, у кого не всё здорово, да, у кого коса нашла на камень, может быть, здесь, конечно, есть нечестные, неясные мыслишки. Ну, давайте посмотрим, позитив или негатив. Сейчас будет десятка жезлов. И тут тоже, как бы, такой напряжец есть. Есть. Почему-то тяжеловато идёт. Сначала всё хорошо начинается, а потом раз, и как-то портится. Посмотрите, девятка кубков началась и заканчивается, да, что-то тяжёлое. И хоп, вы знаете, как бы праздник. Вначале всё хорошо, начали классно, а закончили хреновенько, фиговастенько, да. Как-то не так всё пошло. Может быть, всё было неплохо, а потом поругались. И всё это на эмоциях. Ладно, давайте посмотрим. Давайте чувства посмотрим, есть у него чувства или нет к вам. На данный момент у него жезлов играет. Ему хочется, девочки, определённых отношений, ему хочется страсти. Это точно. Ну, по отношению к вам спрашиваю, может быть, вообще в целом. Кровь кипит, парень горячий, да. Ну-ка, что здесь ещё? Для него было бы счастье, вот он прям жезловый выходит для развития. Он может, кстати, изначально желать вас интимно, а потом здесь вот эта связь, она может перерасти. Она может перерасти в эмоции, не просто так. И мужчина может проявиться как-то более чётко, более ясно. Перерасти, скажем так, в короля. Но некоторые девочки могут узнать, да, что тот парень, с которым вы встречались, он может быть несвободный или только после развода. То есть, или ещё кто-то у него есть. То есть, он как бы не совсем одинок. А вот здесь вопрос. Но нужно уточнять индивидуально. Кстати, те, кто желают обратиться на индивидуальный приём просмотра, экстрасенсорный, по фотографии, либо просто на карту второго, читайте внимательно информацию под видео. Обязательно прочтите, только потом берите номер телефона. Обязательно читайте информацию, чтобы не оказаться в блоке. Хорошо, дорогие, продолжим. Давайте посмотрим, потаённо его, что он к вам испытывает. И вообще, этот мужчина как себя характеризует. Ну, смотрите, опять Ерофантрия. Только посмотрите, втайне, в глубине души, не такой уж он и дисциплинированный, не такой он духовный. Не так он ценит институт брака. Да, что на самом деле, что у него там в глубине, это в его, в мыслях его, каков он сам. Он, кстати, разочаровывается в брачных отношениях, возможно, или он не до конца доверяет институту брака. Может быть, ложные какие-то представления, догмы. Всё это он на самом деле подвергает сомнению, но выдаёт он себя правильным, справедливым, духовным. А внутри у него не всё так честно. Какой он вас видит на самом деле? Вот посмотрите, кстати, здесь дорога, она немножко закрыта. Но она есть, да? Видимо, не время больших действий сейчас. Но мужчина этот знает ваши секреты, он может как-то манипулировать вами, он может приезжать туда-сюда. То есть здесь какие-то волнообразные такие движения, то к вам, то от вас. Но вас он видит поддающийся его чарам, его гипнозу. Вы вписываетесь в его картину мира, как ни странно. Здесь у вас пока короткие перебежки. До больших действий ещё нужно, чтобы время прошло, он пока ещё не решается, какие-то большие шаги идёт. Кстати, решение. Давайте его действия, поступки посмотрим, какие в подсознании. Здесь уроки. Вы проходите оба. И, скорее всего, он тоже проходит. И как бы делает выводы, да? Как он эти уроки выучивает. Вот так потом. Нужно, чтобы время прошло. Ему нужно как-то подняться, что-то выучить с вами. Отсюда будут действия. Какие действия? Пока без действия. По рыцарю Жезлов у него действия всё-таки. И неожиданный разворот. Как бы он думает одно, делает одно, а потом раз, и что-то может поменяться в его жизни. Это может быть как в позитив, так и в негатив. Вообще карта негативная. И тем не менее, вот он может прискакать, а потом раз, резко измениться. Прискакать как пикапер для Амура. Потом раз, что-то пошло не так. То есть он берёт и меняется. Такое тоже бывает, да? Вот его неискренность идёт против него самого. Будем надеяться, что он вырастает даже из злого короля, да? В этом случае. То есть ему не удаётся вами попользоваться. Что-то идёт не так против него самого. Вот его поступки. Очевидно, здесь вас оберегают. Не дают воспользоваться, скажем так, вашей добротой и вашим доверием. Давайте на ближайшее время посмотрим, что там мужчина задумал по отношению к вам. Здесь передышка, да? Понаблюдать со стороны. Он может взять паузу, уйти куда-то в свои закрома, отсидеться, отлежаться. Может быть, это как по отношению к вам, как раз таки, да? Должен быть небольшой перерыв и пауза. Давайте посмотрим, опять тут позитив, негатив, что нам покажут? Чего вам ожидать-то? Жезла пошли. Всё равно должны быть хорошие перспективы здесь. И здесь, знаете, как тайной. Тайна, тайна покрытая мраком. То есть, ну, жрица перекрывает всё, да? Всему своё время говорит этот аркан. Вот. Вот это пауза, и всё тут, ну, как бы всё плавненько. На его действие тоже ложится пауза. Вот я имею в виду по жезликам, что он видит там перспективы и прочие какие-то действия. Хочет всё-таки что-то прояснить между вами. Сейчас пауза. Есть желание каких-то действий, но всё равно нужно подождать. Вот он и выжидает по верховной жрице. И совет-рекомендация для вас. Всё-таки жезловые идут. Посмотрите как, да? Ни разу ничего нам не показали другого. Жезловые огненные мужчины. Ну что для вас-то? Вам каким боком? Как эта информация ложится для вас сейчас? Интересно. Так, здесь, знаете, выходят ещё разные мужчины и свободные, и несвободные, и молодые, и постарше, да? То есть вы окружены, вы одна не останетесь. Это точно. И вообще вы не одна. Если вам повертеться, покрутиться, вы, ох, сколько можете найти вокруг себя. И для общения мужчин. И каких-то интересных собеседников, да? Ну и также, может быть, что-то сделать, куда-то сходить вы можете, да? Единомышленников найти. Не просто собеседников, но ещё единомышленников. Как-то можете общаться. У вас вообще хорошая способность коммуницировать, находить себе друзей. И что же их так показывает вокруг вас, крутящимися? Вы знаете, вам нужна стабильность, во-первых. Может быть, это какие-то отношения, которые даёт вам чувство уверенности в себе. Поднимает вашу самооценку. Пока вот этот фигляр, где-то что-то крутится, да, непонятно, что с ним. Ну, вы уже поняли информацию, напишите, пожалуйста, как она резонирует с вами, да? Ну, ещё вот плюс ко всему показывают. Ну, как совет рекомендации, всё-таки не забывать, что вы пока не принадлежите этому человеку. Даже если вы жена, здесь не, ну, вот, ну, никак, непонятно. Здесь всё равно есть пауза, здесь есть недомолвки, да? Здесь что-то нужно решать. То есть мы не видим здесь интимных связей, но в качестве подъёма вашей энергетики, да, обмена энергией, как раз таки, коммуникации, вам, вот, ну, как бы, нужно общаться, пока он где-то там около вас, вот этот вот, ваш визави ходит, бродит. Ну, ещё сейчас старший аркан посмотрим, какой покажет, на что обратить внимание всё-таки. Здесь, знаете, что посеешь, что и пожнёшь. В принципе, здесь, может быть, ваша история завершилась, с одной стороны, а с другой стороны, тут есть второй шанс на улучшение и развитие ваших отношений. Но всё будет зависеть только от вас, ну, и от проведения, от желания двух сторон, а не когда один хочет, а другой не может, или даже не в курсе, что хочет первый. Ну, вот так. Я думаю, что вам информация была интересна и полезна. пусть этот мужчина позвонит, проявится. Взаимности вам дорогие. И я надеюсь, что вы нажали на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые встречи, подписались на мой канал, те, кто ещё не подписан. Ну, и до новых встреч. Пока. Пока.